Всем салют, с вами Митатроныч, вещаем из радиорубки. Сегодня у нас на обзоре радиостанция Баофенку В5Р. Сразу для тех, кто не любит длинные видео, это видео будет, наверное, очень длинным. И поэтому, чтобы не ждать, и кто хочет результат, скажу так. Так, радиостанция, эта радиостанция за эти деньги оправдывает себя более чем. То есть я даю ей 7 из 10 баллов. Вот, все. На этом, кто дальше не хочет длинные видео глядеть, ставим лайк. Радиостанция нормальная, можно брать. Для тех же, кто хочет узнать о плюсах, минусах, порассуждать об этом всем, придется, друзья, потерпеть. Это длинное видео. Думал я сделать видео маленькое, 5 минут, там, либо 10 минут. Ну, будет, какое будет, такое и будет. Поехали. Начнем с зарядного стакана, начнем с малого. Зарядный стакан, пластик, ничего лишнего. Вот его рабочие характеристики. Ну, оп, да. Горит зеленым, значит, заряжается. Горит красным, значит... Ой, то есть наоборот, горит красным, значит, заряжается. Горит зеленым, значит, зарядилось. Ну, заряжено. Зарядилось. Если радиостанцию брать, то индикатор будет попеременно моргать. То зеленым, то красным, то зеленым, то красным. Сам блок питания выглядит вот так. По питанию найти замену проблем не составит. Я думаю, так что. Убираем. Ну, можно сказать, что здесь вот есть направляющие, смотрите, да. На радиостанции есть тоже такие направляющие, куда она четко садится и в стакане заряжается. Зарядка длится опять 6 часов. Ну, то есть на ночь поставили, утром у нас заряжена радиостанция. Что? Двухдиапазонка. Двухдиапазонка Bofeng V5R. Работает в диапазонах 136, 174 МГц и 400, 480 МГц. Мощность 5 Вт. И да-да-да, это действительно 5 Вт. Ну, там не ровно 5 Вт. 4,8, 4,7, у кого-то 4,5. Ну, тем не менее, это удивительно. Китайцы написали 5 Вт и там считают, что 5 Вт и есть. У брендовых радиостанций тоже не ровно 5 Вт выдается. Меньше немножечко. Там 4,8 те же. Так что я считаю, это хороший, очень-очень хороший показатель. По размерам. Радиостанция приятно удивила меня размерами. Я думал, будет ли немножечко великовата. Но она отлично легла в руку. Вот в нормальную, в нормального размера мужскую руку она ложится просто идеально. Смотрим размеры. Так, сколько там? 5,5 где-то в ширину 3,3 см. Может 3,2 см. И вот так вот в длину или высоту, да, если кому как, 10. Либо если взять еще вот регулятор громкости, то 11. 11 см. Ну, антенну я не считаю, потому что антенна может быть любая. Какую вы там еще захотите длиннее, еще покороче. Ну, давайте. А то кто скажет, а какая антенна? Антенна, вот, 12 см. Коротко об антенне. 12 см. Так, шутки шутками. Антенна СМА. Кому интересно. Угадайте, что это, СМА мама или папа? Буду такие вопросы задавать. Юные радиолюбители. Даже на антенке написаны вот диапазоны, в которых она работает. И FM, да. Эта радиостанция еще ловит FM. И кому скучно, может целый день на работе слушать FM, просто взяв вот эту станцию с собой. Часов 8 непрерывного FM звучания, я думаю, она обеспечит. Ну, 5 часов это точно. У меня FM не ловит, поэтому я вам не смогу продемонстрировать. Плюсы и минусы. Ай, буду рассказывать все постепенно. Даже постараюсь без матов. Так. Ну, можно, то есть, придираться о том, что есть облой. Вот, выше кнопочки меню, видно такие небольшие кусочки облоя. Можно его также обнаружить где-то здесь. Вот, 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 вот здесь. Ну, это все придирки будут. В целом-то, на скорость не влияет. И его незаметно, если не искать, не присматриваться, станции отличные. Так, плюс, да, вот для меня, что понравилось. Утопленный экран, видите, да? Он утоплен. То есть, поцарапать его будет несколько сложнее, чем тот экран, который заподлицо. Заподлицо. Вот. Что дальше? Полноценная клавиатура. То есть, мы можем набрать любую частоту. Можем выбрать любой пункт меню. Если он номерной, просто набрав вот цифрами. Да, там, траля-ля, траля-ля. Кнопок много, короче. Кнопок просто вот очень много. И они используются. И они нужны. Вот эта вот кнопочка очень удобная. Это, то есть, без проблем. Кнопка передачи 5T, да, вот она. Огромный-огромный квадрат. Можно нажимать как средним пальцем. Так вот. Так и указательным. Ну, как вам удобнее радиостанцию держать. Кнопка чувствуется. Щелчок имеется. Нажимается мягко. И присутствует щелчок, который чувствуешь физически. То есть, ты знаешь, нажата она либо нет. Удобно. Подключение гарнитуры. Да, в комплекте еще идет гарнитура в ухо такая. За ухо. Я ее даже не доставал. Вот на распаковке достал. Опять ее положил, закрыл и не пользовался. Почему? Ну, потому что гарнитуры у китайских радиостанций редко, когда их достаю и пользуюсь. Может, в дальнейшем буду доставать, проверять. А так я обычно их как они идут, так их и не трогаю. Потому что у них два обычно состояния. Либо она работает, и все нормально, без проблем. Либо она очень плохо работает, и толку ее, и с ней ничего не сделаешь. И как бы, ну и ладно. Вот. Ну, я думаю, она работает. Я ее не проверял. Ладно. Так. Что дальше-то? Ну, клипсочка. Клипсочка такая. На кармашек, рубашке куда-то. Может быть, на моле куда-нибудь прицепить, чтобы она там бултыхалась. Да, как-то можно говорить о какой-то жесткости сильной. Нет, нельзя. Может, на ремень, может быть, удобно будет кому-то. У кого ремень сюда, то есть, войдет по ширине и толщине. Ремешочек. Ремешочек всегда можно заменить на что угодно. Потому что здесь ушко, вот это вот, ушко железное. Это очень-очень хорошо, то, что ушко железное, это плюс. Ну, то есть, не сломается. Так, дальше. Заметь, мы еще ее не включили, да? Понравился механизм выброса аккумулятора. Как его назвать? Съема. Ну, где же фокус? Так, вот тут написано push. Вот так вот нажимаем. И аккумулятор выезжает, так вот, на салазках. Аккумулятор, он же задняя крышка. Литий-ионный. 1800 мА. Емкость достаточная. Для того, чтобы радиостанция проработала сутки. Сутки. Лично проверил, сутки проработала на приеме. За эти сутки она суммарно работала на передачу. Наверное, минут 90. Суммарно. Может быть, 70, может быть, 80. Ну, вот в этом районе. Остальное время она работала на прием. И прием был в час, скажем, принимала она суммарно около минимум 10 минут. Вот 10-15 минут. То есть, и отработала она в таком темпе сутки. 24 часа. После чего, после чего еще индикатор заряда еще был. Ну, я пошел спать. Ее оставил включенной. Ну, и когда я уже проснулся, естественно, она села. Поэтому, сколько она там... Может, она 25 отработала часов. Может быть, 26. Но сутки отработала. Я приятно удивлен. Я так скажу. То есть, при обычном режиме работы, когда у вас она пользуется день, а ночь на зарядке, аккумулятора хватит за глаза. Да. Да, да, да. Клипса крепится такими вот винтами двумя. Ну, же. Вот. Такими вот. Ну, и вот ТТХ. Сейчас я приподниму так вот. Частоты, мощность, модель, серийный номер. Вот так вот. Ага, да. Самое главное, чуть не забыл. Вот здесь вот коцка вот эта беленькая. Это... Это моих рук дело. Многие говорили, что здесь пластиковое шасси. И я как бы думаю, это вроде на алюминий похоже. Но все-таки решил удостовериться. То есть, царапку сделал. Да, здесь алюминий. Все нормально. Можно не переживать. Отлично просто. Аккумулятор так как обойма. Хочешь. Нравится мне. Так. Включаем. Welcome. Welcome to the world of your information system. Значит, здесь у нас он же громкость, он же вкл-выкл. Очень удобно. Вот это я люблю. Если в радиостанциях... Ну, единственное, что он же не валкодер. Это, конечно, минус. Но везде есть какие-то плюсы и минусы. Вот один из минусов, что он же не валкодер. Ну, он зато, он громкость. И он вкл-выкл. Это удобно. Это очень удобно. Я об этом отдельно рассказывал где-то. Насколько это удобно. Вот. Но опять-таки же сила привычки. Ну, вот мы включили. Что мы видим? Двухстрочный дисплей. Это сейчас режим здесь памяти стоит. В котором забиты частоты PEMER и LPD. Как я их забивал, отдельно рассказывал я вот в этом видео. Такая, что там за системой и прочее. Ну, и режим частотный. Это вот. Режим канальный. Это вот. Частотный, канальный. И переключается на одну кнопочку. Заметьте. Так как дисплей двустрочный. То мы можем выставить на верхней раке. К примеру, LPD. Первый. Либо там переключиться на какой нам нужно. На второй раке мы можем выставить тоже либо LPD. Либо, то есть, PEMER. Радиостанция имеет такую фишку, как Dual Wide. Или как там она называется. Как-то она тут называется. Не помню. Ну, суть в чем заключается. В том, что может прослушивать одновременно две частоты. Но это нужно будет настройки, меню искать и настраивать все там. Я так не включал радиостанцию. Поэтому не знаю, как это осуществлять. То есть, теоретически это прочитал в инструкции, что это возможно. На практике не пробовал еще. Про меню, я думаю, сделаю отдельное видео. Потому что там 40 пунктов меню. Ну, друзья, это будет очень долго. Для кого это интересно, конечно. Можно и не делать и по меню видео. Потому что это все то же самое вы можете сами прочитать в инструкции. Но, скажем, в отзывах под этим видео, может кто напишет, либо в ЛС, пожалуйста, пишите. Я тогда сделаю отдельное видео по меню в этой радиостанции. Что здесь какие пункты есть, что они означают. Так. Ну, здесь, значит, по частоткам трали-вали. Переключается легко. Подсветочка здесь изумительная такая особенность, что есть три вида подсветки. И мы можем выставить на любой из действий, любой вид подсветки. А, ну, то есть, либо вообще ее выпечить. Получается, четыре. Четыре есть состояния. Вот в рабочем режиме. Это, значит, не прием и не передача. А просто мы ходим по меню, что-то меняем частоты. Где-то вот загорается пурпурный. При приеме загорается, значит, синий цвет. При передаче загорается оранжевый. И вот три цвета этих, либо их выключить вообще, мы можем на каждое из этих действий. На первое просто, то есть, перемещение по меню радиостанции. То есть, это один цвет. На прием можем выставить любой другой цвет. И на передачу, соответственно, третий цвет. Можем это выставить все три там одинаковых. Будет всегда, то есть, оранжевым она у вас. Либо всегда синим, либо всегда пурпурным. Вот такая особенность. Я просто сталкивался с ней в китайских станциях, таких новогодних елках. Но как-то она меня не впечатлила. А в этот раз понравилась. Вот, потому что визуально даже можно увидеть, что там принимает или передается. Ну, естественно, прием и передача имеется отдельный индикатор. Вот он, он загорается либо, то есть, красным при передаче, либо зеленым при приеме. Независимо, что за цвет у вас там выбран. Это работает всегда. Такое вот отверстие под микрофон выпилено. Такая дырдочка. Дырдочка, дырдочка. Отзывы были то, что микрофон не очень чувствительный. У кого-то там дырдочка маленькая была или еще что-то. Но здесь отверстие нормальное. Попробовал, все хорошо. Под вот этой стилизованной такой металлической решеткой находится динамик. Громкий. Нормально. Так. Мощность 5 ватт. А далеко ли радиостанция бьет? Расскажи нам, пожалуйста. Я хочу как можно дольше. Вот. А говорят, что чем больше ватт, тем дальше бьет. Ну, для этого всего есть куча видео. Всяких у меня о том, где я рассказываю, как бьет, далеко ли коротко. Возможно, еще отсниму, потому что вопросы плодятся. И новые появляются всякие. Ну, в общем, давайте расскажу историю, как я проверял эту радиостанцию. Итак. Для начала вот. Условия. Условия были следующими. Одноэтажная застройка. Весна. Ну, у меня зима. Все еще зима. Значит, метель. Метель это тоже условие. Такое весьма-таки существенное, скажу я вам. Потому что мешает распространению радиоволн. Вот сейчас тут начнут кидаться тапками. Кто мешает, чего мешает. Ну, в общем, это условия тоже. При прохождении влияющие. Так, значит. Одноэтажная застройка. Зима. В моем варианте. Метель. Расстояние 1500 метров. 1500 метров. Радиостанция одна находится в помещении. Вторая вне помещения. В помещении находится вот эта радиостанция. Я не рискнул ее выносить в таких погодных условиях на улицу. То есть. Потому что она, в принципе, пойдет и дальше на продажу. Мне стало жалко. Думаю, ну, зачем. То есть это находилось в помещении. Вторая радиостанция выступала у нас Puxing. PX2R. Работала Puxing на 2 ватта. Эта радиостанция работала на 1 ватт мощности. Здесь 2 режима мощности. Вот здесь 5 ватт и 1 ватт. Вот на 1 ватте. Вот именно на 81 это был. Вот так вот все было включено. 1 ватт. Значит, на 1500 метров меня перестал принимать Puxing. То есть он меня не принимал. Если он подходил на где-то 1000 метров, он меня принимал на 1 ватт. А вот уже 1500 он меня никак не принимал. Хотя я его прекрасно, он вещал 2 ватта. Я его прекрасно, то есть принимал. Это, конечно, тут нужно учить, что Puxing на родную антенну, все это. Ну, вот. Что есть, то есть. Я рассказываю тем, что я пользуюсь, какие у меня условия. То есть обычный Puxing, обычная антенна на нем родная. И вот Puxing QE5R. Тоже обычный с обычной антенны. То есть 1500 метров, 1 ватт, PEMIR. Я передаю Puxing, он меня не слышит. Puxing передает мне 2 ваттами. Я его прекрасно слышу, без проблем. Я переключаюсь в режим 5 ватт. Нажимаю на передачу. Puxing меня слышит, как будто я с ним рядом вообще. То есть, ну, без нареканий. Максимально, что удалось проверить дальность, это 3500 метров. Puxing все так же вещал на 2 ватта. Я его так же прекрасно слышал. Я уже вещал, естественно, на 5 ватт. И вот разница между 1500 метров и 3500 метров для Puxing не было разницы. Он меня точно так же отлично слышал. То есть 5 ватт здесь приятно, действительно, 5 ватт. Сразу же для эстетствующих хочу оговориться, что 5 ватт это не ровно 5 ватт, тютелька в тютельку. Это 4,5-4,6 ватт. Это Китай. Друзья, даже у фирменных радиостанций, таких как Ясу, 5 ватт это не означает, что там будет ровно 5 ватт. Там будет 4,8-4,9 ватт. Ну, а здесь 4,6-4,5-4,7 в таком вот диапазоне. Да, антенна, вот эта вот антенна, именно на PIMER и LPD, я проверял ее на PIMER только. После была мысля на LPD, то есть проверить. Но LPD я проверял на LOW, вот в пределах километра. Там все работало и так. Ну, особой разницы-то нет у LPD или PIMER. Вот. Значит, антенна на двойке. Отдельно проверял на двойке. Скажем, антенна на двойке менее эффективна. Вот это вот, что идет в комплекте. А на 70-ке, то есть на LPD и PIMER антенны, это и достаточно. То есть, кто думает пользоваться этой антенной только на LPD и PIMER, этого будет достаточно. Кто хочет более эффективные приемы передачи на двойке, то есть 136 МГц, 174 МГц, тем нужно уже подумать о замене антенны для двойки. Так что, по моим оценкам, здесь 5 Ватт очень приятный 5 Ватт. То есть, это хорошо. Это хорошо, что они есть. Они здесь не лишние, особенно учитывая то, что радиостанция, работая на 5 Ватт, в принципе, на день ее хватит аккумулятора. Ну, где же фокус этот чертов? Вот он. Аккумулятора хватит при работе. Такая вот маленькая история, как я ее затестил. 3,5 тысячи метров, 5 Ватт, все исключительно работает на ура. Слышно отлично и громобойно. Но, кто спрашивает, ну а дальше, а на сколько максимум, на сколько чего там. Вот грубо, да, то есть это не 100%, это я грубо вот так все скажу. Ну, грубо километров на 6, скажем, между друг другом, если две такие радиостанции взять одинаковые, то километров на 6-5 Ватт будет связь, я думаю, беспроблемная. Это грубо, потому что можно сейчас придумать какие-нибудь условия, там горы, леса, поля, совраги, где там станция перестанет работать на 3-х километрах или на 2-х. Кто-то ушел за бугор, его не слышно уже. Вот. Ну, на относительно ровной такой вот поверхности будет работать нормально. Где-то до 6 километров точно, я думаю. Больше мне, то есть, проверить не удалось, вы извините, у меня зима просто какой-то там, у кого-то апрель и жара плюс 25, а у меня вот я сейчас поворачиваю голову в окно и вижу ужасную метель, просто жутчайшую. И мне хочется аж, аж ничего не хочется дальше рассказывать после этой метели. Так, ну что? Сирена есть. А, ну вот, 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 вот FM, да? У меня FM не ловит. Я не смогу вам тут показать. У меня FM просто-напросто не ловит. Есть сирена, несколько режимов. Такая вот. Суть в чем, да, вот это уи-уи-уи-уи-уи-уи. Тут интересный есть режим. Так, чуть-чуть отвлекусь, да, в меню. Ну, есть в меню. Значит, то, что можно выставить сирену, чтобы она пищала здесь и вещала на ту частоту, на которой вы находитесь, да, в данный момент. То есть она здесь пищит 5 секунд. 5 секунд вещает там всем другим, кто на частоте. Может быть удобно для кого-то. Эмерджискал, или как он там называется по-английски, что там вы, например, там упали, ааа, вам плохо, там, медведь вас ранил за ногу, а паракорда не хватило, чтобы сделать узду, там, и зауздать его, там, и доехать до ближайшего населенного пункта. А ваши товарищи в это время, не знаю, то есть подобрали птенца дятла, и, то есть поднимают его в дупло, а вы отошли, и вот у вас такая ситуация. Вы упали, медведь на вас напал, вы не успели его зауздать, и вы не можете ничего нажать, у вас нет сил говорить. Вы нажимаете на Эмерджискал, такие вот так вот, и все, и падаете. И, значит, радиостанция на частоте, на которой вы общаетесь с друзьями, начинает пищать вот так вот, у них всех вау, 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 они кто, что, где, где, кто, а, это наш, где-то он здесь упал, и начинают вас искать там. Но это вот одно из предположений, где можно использовать этот Эмерджискал. Как-то он вот так вот звучит, у меня с английским не очень, так что можете поплеваться, кто там. эстеты. Так что вот, минусы есть. Минус, например, нельзя выставить, скажем, вот, субтон, нам хочется поставить на, например, четвертый, OPD, нам нужно поставить субтоны. И мы не можем их выставить в меню, субтоны, вот мы их выставили, они здесь появились, отобразились, скажем. Но чтобы оно их запомнило, что на четвертом LPD эти субтоны есть, это нужно сделать следующее. Прийти, значит, в частотный режим, набрать частоту четвертого LPD, занести нужные субтоны, ну, чтобы все время они там были, да, и сохранить в эту же ячейку памяти, чтобы, значит, они остались. Но если нам нужно быстро, просто, то есть, поставить субтон на какое-то время на LPD, то это сделать можно. Ну, это вот такой минус. Например, у PX2R можно выставить в любой момент субтон, хоть в памяти, хоть, ну, то есть, не нужно будет перезаписывать канал еще раз, если мы выставим на него субтон. Он его запомнит и так. Вот такие маленькие мелочи. Кто из вас пользуется субтонами? Обычно вот, кто начинает писать и рассказывать, что, о, да, это неудобно, черт возьми, субтон, вот там, тот человек ими и не пользуется. На самом деле, вот я пользуюсь субтонами на некоторых частотах, но я там их выставил один раз, записал и все, потому что я все время на них ими пользуюсь. Ну, вот, то есть, даже это недостатки, не недостатки, а придирки, наверное, мои, такие же, как облою. Вот, мне хочется придраться к чему-то, к этой радиостанции, но за эти деньги, что она стоит, я не могу просто придраться, это все как-то выглядит нелепо. Вот, абсолютно нелепо. Ну, и, главное, да, степень вхождения, скажем так, как новичка в пользовании этой радиостанции. Есть, да, вот разные степени вхождения, там, что вот взял, и все понятно, трык-тык-тык, все, все разобрался, все легко. Здесь будет несколько посложнее, чем, скажем, с боксинг PX2R. С PX2R разобраться немного проще. Но, опять-таки же, это мой субъективный взгляд. Такие вот оценки из радиорубки. Да, на этом все, наверное, друзья. Видео и так слишком огромное. Вы уже и ланч съели, и кофе выпили, и кто-то закурил уже даже. Может быть, второй раз. Благодарю вас за внимание. Ставим лайки. Кто хочет отдельной инструкции по меню радиостанции, то есть, детальной по пунктам, пишите. Почему я не рассказываю про все вот эти кнопочки, что они означают? Потому что они все есть в инструкции. Этих инструкций миллион в интернете. Вы сможете прочитать, разобраться сами. Вот, единственное, если будут желания, то могу рассказать о пунктах меню более детально, что в них и как. Моя оценка 7 из 10. данная радиостанция за эту цену, она отличная. Ну, и самое главное, ее нужно брать именно в желтом цвете. Именно в таком вот исполнении, в желтом цвете. Все остальное будет просто ерунда. Вот именно желтый цвет, такой вот, такая вот мордаха, это будет само круто. Само то. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Пока.